В третью школу Станицы Зеленчукской приехали специалисты Республиканского консультационного центра. Какие были рассмотрены вопросы коррекционными педагогами и насколько необходимы встречи с представленными специалистами, расскажет Альбина Ламкова. Сложности в воспитании детей во многом связаны с недостаточной компетентностью родителей. Несмотря на большое количество существующих на сегодняшний день педагогических пособий, они всё же не могут решить проблемы каждой конкретной семьи. Поэтому родителям необходима консультативная помощь специалистов. С этой целью и создан консультативный центр, обеспечивающий оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. А из-за того, что не во всех школах есть специалисты в получении психолого-педагогической помощи, образовательное учреждение номер 11 продолжает реализацию проекта «Современная школа». Специалисты практикуют не только консультации на месте, но и оказывают выездную помощь. Её необходимость актуальна, как показывает практика. Чтобы решить детские проблемы, иногда достаточно и необходимо проработать их с родителями, отметила методист консультационного центра Лариса Олейникова. К нам родители обращаются с такими вопросами, как адаптация к детскому саду, к адаптации в школе, детско-родительские отношения. Хочется сказать, что первая встреча каждого специалиста не является последней. К любому специалисту родители могут обратиться по несколько раз с любыми вопросами. И все эти встречи у нас бесплатны. Организация коррекционно-педагогической помощи родителям строится на основе интеграции деятельностей специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и дефектолога. Проводимые консультации Центром образования 11 в Зеленчукском районе пользуются популярностью. К сожалению, у нас в районе нет таких специалистов, вот именно в станице Зеленчукской, психологов. И мало того, даже нет логопеда в данный момент. Поэтому встречи, я тоже мама, понимаете же, да, я как мама и как педагог, я считаю, что данные встречи нужны, потому что современные дети очень импульсивны, у них большая зависимость от гаджетов. Перед встречей со специалистами Центра образования 11 провели предварительную запись родителей со всего района и согласовали удобное время встречи. Вопросы и обращения самые разные, начинает образование, отношения в семье и развитие речи детей в дошкольном учреждении. Третий ребенок у меня, и уже вот нам в школу через год, но речь у нас еще не до конца развита, так сказать. Не только главный звук «Р», который многие дети не выговаривают, но и многие другие звуки. Мы там захотели обратиться к логопеду в первую очередь, ну и, возможно, к психологу. Вообще сейчас наблюдается такая тенденция, что у детей, конечно, речь развита очень плохо. В садике это где-то процентов 30. Всего в проекте Центра образования 11 задействованы 10 специалистов-консультантов. Отбирали профессионалов стаж работы у каждого не менее 10 лет. Основная задача специалиста – пробудить и удержать у родителей. Их детей интерес к совместной деятельности. Альбина Ламкова, Лебастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчугский район.